И вот я на подходе к руинам Любшанской крепости, самой древней крепости вообще Руси Примерно 6-7-8 век датируется она, это как бы каменно-земляная крепость Землю смешивали с камнями и строили стены И она уже более тысячи лет как разрушена, больше тысячи лет она не функционирует То есть это вообще уникальное и малоизвестное такое, не знаю, место Так, тут еще Старо-Ладожская дача неподалеку, которая была видна мне через реку Вообще, если б я про эту крепость узнал только когда уже сюда приехал, поэтому я не был готов Если б я не знал раньше, я бы просто бы взял с собой гермомешок, запихал туда все свои вещи и переплыл бы реку И все, я оказался бы сразу же после пещеры, там где надо, здесь Но я не был готов, поэтому как бы предпочел обратно вернуться в Волхов В принципе расстояние небольшое, единственная загвоздка это расписание транспорта Которая не очень тут удобная, но тем не менее все успеваю, все идет по плану, сами знаете Вот это вот такая понтовая дорожка с ручейком булыжным, красивым Ну это даже не булыжник, это валунами красивыми Это на вот эту Старо-Ладожскую дачу так называемую Это что-то база отдыха или что-то такое Здесь все делается так, по красоте А тут судя по карте Параллельно идет такая вот земляная просто дорожка На которую всем насрать И именно она мне вроде как бы и нужна Ну и нам с вами Тут вот еще видимо прорывают Еще одно русло или канал Или кстати возможно это и есть вот эта река Любшана В честь которой Любшанская крепость-то и называлась Потому что на карте этой реки нету сейчас уже Но что она была и в честь нее прозвали эту крепость, это факт Плюс река эта была полноводной, судоходной и большой Теперь ее даже нет на карте Но видимо тут будут как-то ее заполнять, прорывать канал Раз здесь все как-то вот так вот строятся Вот эти пороги Посмотрим Вот в этих вот отвалах Ордовикского периода много можно найти палеонтологии Ну не много, но Можно в общем найти Но пока в мои задачи это не входит Я много здесь уже по области полазил В прошлые годы И очень много у меня собрано образцов всяких Поэтому сейчас уже как-то Но лично мне в коллекцию это не сильно нужно Хотя В этих отвалах я бы поковырялся помаленько Но это на обратной дороге Пока надо найти руины Пока еще не грянул дождь какой-нибудь Веселенький Вот теперь сюда лебедей осталось запустить И будет красота Ну природа здесь вообще замечательная Вокруг Старой Ладоги, Новой Ладоги И здесь То есть сейчас Старая Ладога и Новой Ладога Находятся по ту сторону реки Волхов Ну Население здесь Плотность очень маленькая Низкая Просторы вообще огромные Шикарные Особенно когда они Залиты солнцем Очень хорошо Ну да Вот это река Любшана Значит И это тоже И даже вон там Она Такой вот Колодец Журавлем Ну видимо специально По старой технологии Его Сделали Для красоты Потому что материалы Новые все Часто еще заметил Такую штуку Что вот городские жители Которые привыкли постоянно Все покупать в магазинах Там воду Туалетную бумагу Там и так далее Они вот Когда попадают В такие места Где нет магазинов У них И магазина там нет И он закрыт уже Там десятилетиями То они вдруг Ловят такой ступор Что типа А как же Где купить воду Там Где взять воду То есть Чем вытереть Жопу И так далее И какое-то время Выходит на адаптацию Что жопу можно вытереть Лопухом Какими-нибудь А воду можно набрать В колодце Или в роднике Или в реке Или в колонке Хотя бы Вот Иногда даже сам себя Ловлю на таком Потому что Привычка Все-таки Все покупать Что покупать В принципе Изначально Не нужно было бы И чувствую я Что Вот это вот и есть Валы Земляные От этой крепости Мне-то надо найти Как бы сами руины Но это уже Эта крепость и есть То есть Накидывались Волуны Булыжники Камни Нужные высоты А потом Все это засыпалось Еще землей сверху Землей Песком И так делались Эти стены Оборонительные Ну Учитывая то Что это Шестой Седьмой века То это Про который Еще ничего не известно Историкам Толком-то То это Уникальное место Очень Ну кстати Виноградная улитка Такие запросто Можно есть Они и в магазинах Продаются В замороженном виде Весьма Деликатесная вещь Особенно Если запечь С сыром Сейчас я не буду Этого делать Кстати Вот Частично Кусок стены Вручную Выложенный Из таких Вот Плиток Местных Очень твердых Известняков То есть Когда я из них Выкалываю Какую-то Палеонтологию То есть Даже молоток Плющется Мокрицы местные Мелкие Это очень твердые Спрессованные Известники И им То есть Они больше Тысячи лет Уже как бы Как заброшены Людьми Получается Надо бы взять В коллекцию Какой-нибудь Покрасивей Вот это Наверное Возьму Потом На несколько Кусков Раздолбаю Надо идти дальше Смотреть Еще одна Тропинка Ответвляется Тут непонятно Тут видимо Вырытые Ямы Какие-то Наверное Археологи Здесь копали Хотя На самом деле Насколько Я Прочитал За вчера Сегодня Что археологи Особо-то Эти места Как-то Пока что До них Не добрались В общем-то Может быть Кто-то Так В частном Порядке Сюда Заводит Если Вот Про Старую Ладугу Там Ее Широко Копают Многим Известно То Здесь Это место Как-то Вообще Еще История Обошла Стороной Это Уже Советских Каких-то Периодов Наверное Непонятно Пока Вот Еще Тут Остатки Осыпавшиеся Валяются Вот эти Плитки Из которых Вот тоже Видны Остатки Кладок Но Все Вообще В запустении В полностью Заброшенном Виде В общем Про те времена Когда здесь была крепость Толком Никто ничего Не знает Потому что Не сохранилось Источников Каких-то Письменных Остатки Не нашли Но Точно Известно Что Это были Именно Славяне Славянские Какие-то Племена Здесь жили И они Подвергались Набегам Там То Каких-то Шведов То Этих Всяких Там Варягов И так Далее Что Но Что Эту крепость Построили Славяне Как бы Это Никто Не сомневается Очень Прямо Все Здесь Заросшее Я просто Выискиваю Где-то Трава Более Примята Потому что Значит Кто-то Здесь Видимо Ходил Знающий Может быть Пока Я не вижу Каких-то Других Это Все Видимо Где-то Там В Траве Никто Не Ухаживает Не Облагораживает Ничего Такого На самом Деле Наглядного Тут Как Я Понимаю Нет Просто Плиточки Известняка Вот Такие Вот Которые Торчат Немножко Из Земляных Валов Ну Тут Возможно Был Проход Какой-нибудь Может Даже Вход В Крепость Это Тыльная Сторона Южная Так Что Вот Вот Так Вот Она Тут Тоже Возьму Кусок Ну Да Там Все Все Заросшее Проросшее деревьями Уже Толстенами Которые Успели Даже Отжить Своё Изгнить Вот Такая Древнейшая Крепость Руси Из Известных Кому Надо Кого Такое Соблазняет Приезжайте Места Сакральные Толстенами